Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня разработка будет весьма инновационная. У нас в гостях наши партнеры, ребята, которых зовут Дмитрий Слюсар и Максим Исыпаль, представители компании Innovative Smart Technologies, которые разработали для всех поклонников, партнеров нашего проекта особое инновационное приложение, которое я лично впервые увидел в Берлине. Оно произвело на меня неизгладимое впечатление. Вот хочется сказать, ребята, недавно появилось это приложение в интернете. Оно то же самое, которое я видел в сентябре в Берлине, или оно какое-то доработанное, или это может быть продолжение того, что я тогда видел? Это доработанное приложение. Мы его модернизировали, и уже, как вы и сказали, оно доступно для каждого и есть в интернете. Хорошо. Называется ваше предложение Advo Hunter, что-то типа какой-то продвинутый охотник. На кого охотимся-то, господа? Я объясню концепт этого названия. Здесь заложено две составляющих. Advo — это слово advanced, то есть прорывной, продвинутый. И Hunter, само собой, разумеется, охотник. Но это не охота на кого-то, это больше творческая охота на ракурсы. Потому что это инструмент, это генератор визуального контента. И, соответственно, когда мы охотимся на ракурсы, мы показываем, как говорится, в этом приложении, что технология SkyWay может быть здесь и сейчас, в той местности, где находится человек. То есть цель создания этого приложения — показать, как будет выглядеть какая-то местность, если на ней будет построена транспортная система SkyWay. Правильно ли я понимаю? Да, абсолютно верно. Любая местность, любой город, любое поселение, где угодно. А какова целевая аудитория вашего инновационного приложения с использованием дополненной реальности? Михаил, мы все прекрасно знаем о том, что технологию SkyWay сейчас поддержали около полумиллиона человек со всего мира. Соответственно, это уже такая отдельная ячейка общества на всей планете Земля, которые поддержали технологию и хотят ее внедрения. Это активное поддерживающее. По-моему, тех, кто просто зарегистрировался и следят за развитием, как минимум раза в два больше. Да, да, да. То есть я как раз имею в виду те люди, которые уже показали свои намерения, зарегистрировавшись, что они технологию поддерживают и хотят ее внедрения. Соответственно, именно для этих людей данное приложение будет применимо. Но есть еще очень важный момент. Мы все знаем, что технологию поддержали люди с помощью еще и краудинвестинга. Поэтому для тех людей, которые активно развивают технологию таким способом, для них это будет очень действующий инструмент, который облегчит их работу в этом направлении. Это будет экономить время, это будет давать быстрый результат, которого наши партнеры, которые участвуют в краудинвестинговой системе, хотят получить. Спасибо большое. Если в рамках данного интервью будет как-то проиллюстрировано ваше приложение, думаю, как раз сейчас это и уместно сделать. Спасибо. 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 . . Спасибо. Приложений. Приложений может быть много. К женскому журналу, к журналу кройки и шитья, к модель для склеивания к изданию бумажному, которую можно купить в киоске. Это для телефона или еще для чего-то. Это приложение мобильное и используется на мобильных технологиях, смартфонах и планшетах. Вот у меня есть смартфон или планшет. Как я хочу приобрести это приложение? Где мне его получить? В открытом доступе есть на таких знаменитых всемирных площадках, как Google Play и App Store. Вводите A2 Hunter и загружаете себе это приложение. Но здесь я еще хочу добавить. Вы спросили, для чего это приложение нужно? Я для себя понимаю в самых общих словах для того, чтобы продвигать технологию Skyway, для того, чтобы ее популяризировать, чтобы как можно больше людей о ней узнали. Причем узнали об инновационной технологии с помощью инновационных методов. Потому что, ну да, можно продвигать кувалду с помощью листка с рекламной надписью, приклеенным на стену. То есть висит на заборе и колышется ветром. А здесь, ну, очевидно, что подобная методика не сработает. Именно так. Поэтому, если взять нашу историю развития технологий за последние пять лет, мы все прекрасно помним, как все начиналось. Это были красивые картинки, потом это были визуализации с применением 3D-графики. Соответственно, такие визуализации, они занимали достаточно много времени, ресурсов, финансовых затрат. И не каждый человек мог увидеть применение технологии Skyway в своем городе. И я знаю много партнеров, которые живут в разных городах, и они очень сильно хотели, чтобы визуализация была в их городе родном. Но такой возможности не было. Поэтому сейчас, вы совершенно верно, Михаил, сказали, продвигая инновационную транспортную систему, мы пришли к тому, что продвигать ее нужно тоже инновационными инструментами. И, соответственно, эффект от этого мы получим не один миллион человек, которые знают о технологии Skyway и ее поддерживают. А мы ставим амбициозные задачи до 2020 года с помощью инструмента дополненной реальности показать технологию Skyway как минимум 100 миллионам жителей планеты Земля. Однако, да, это достаточно амбициозная задача, но с помощью таких инструментов, как социальные сети, это будет возможно. То есть, насколько я понимаю, должно значительно сократиться время, которое потребуется для того, чтобы абсолютно незнакомому с технологией человеку объяснить вкратце, что это такое. Сколько примерно времени будет экономиться? Вот сейчас, на данный момент, примерно, ну, навскидку, сколько нужно минут или часов для того, чтобы рассказать человеку с нуля, что такое Skyway и с помощью вашего инструмента, насколько уменьшится это время? Буквально вчера мы имели общение с нашим соратником, с человеком, который активно развивается в краудинвестинговой системе. И я задал вопрос, сколько ты тратишь времени на то, чтобы сейчас показать человеку технологию Skyway, показать ее преимущества и все, что с этим связано? Он ответил, от часа до двух. И когда мы показали… Охотно верю, технология сложная. Именно так. Технология не сложная, сложно человеку донести, что она нужна. Иногда так бывает. Сложно в нее поверить, я так скажу точнее. Поэтому был задан следующий вопрос. Когда мы показали приложение AdvoHunter, и я задал вопрос, а сколько бы ты потратил времени на то, чтобы объяснить человеку, что такое Skyway с помощью этого инструмента? Он сказал, ну, две-три минуты. Больше просто нет необходимости. Фантастика. Все, что могу сказать. Спасибо большое, ребята, за интересный рассказ. Теперь предлагаю вам воспользоваться нашей площадкой, которую посещает огромное количество партнеров Skyway каждый день для того, чтобы продвинуть плод вашего труда. Пожалуйста. С самого начала в этом проекте мы сталкивались с большими трудностями, чтобы реализовать то, что сегодня реализовано. И мы находили разные решения для того, чтобы максимально популяризировать эту технологию на весь мир. Соответственно, благодаря приложению, разработанным нашей компанией, мы это действительно сделаем, и мы реализуем те амбициозные цели, о которых уже сказал Максим. Дорогие друзья и все, кто поддержал технологию Skyway за последние пять лет. Мы с вами реализовываем самый амбициозный проект за всю историю нашей с вами планеты, на которой мы живем. И несем очень важную миссию, чтобы спасти наш дом, планета Земля. Продвигая эту технологию, инновационную технологию, я хочу вам порекомендовать использовать инновационный инструмент, и тогда каждому из нас будет намного легче донести важную информацию до огромного количества людей. Спасибо большое, ребята. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и наша команда всегда поможет вам в решении любых ваших проблем самыми современными инновационными способами. Строй Skyway! Спасай планету!